Так, сегодня эксперимент. Эксперимент по эмпатии, по эмпатийному взятию информации. Открыла СМИ и искала какую персону взять, которую бы вот я так в повседневной жизни не видела. Знаете, неинтересно брать, когда у нас здесь одни белорусские лица в СМИ мелькают каждый день. Они меньше всего интересны. А когда мы говорим о взятии информации под запрос, то та тема, по которой мы берем информацию, она должна быть интересна. Интересна тому, кто будет брать информацию. Почему? Потому что там, где интерес, там энергия. А информация, она всегда переносится через энергию, через энергообмен. То есть, если нет энергообмена, если нет интереса, то информацию брать вот только так, то есть, ну, просто для демонстрации или по принуждению, или еще как-то, ну, невозможно. Да, то есть, я уже нахожусь в кондиции, да, в таком состоянии, уже внутри себя, к моменту включения камеры. Поэтому сейчас я еще приторможу. И сегодня вот мне на глаза попалась статья, первая практически, которую я открыла. Мысль пришла, думаю, на ком потренироваться. Первый, кто попался на глаза, это сегодня еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах. Я знаю, что есть такой классный чел, его зовут Люк Бессон, о нем я практически ничего не знаю. Вот, кроме того, что он снял фильм «Пятый элемент», я не знаю ничего ни о его личной жизни, ни о чем. Я сейчас продемонстрирую технику, а вы потом проверите на объективность ту информацию, что я буду сейчас нести, да, вот в этом состоянии сознания. Итак, я углубляюсь в себя. Передо мной открыта фотография на компьютере этого чела, такая крупная. Я начинаю чувствовать мир его телом. Я дышу его носом. Я смотрю его добрыми глазами. Я чувствую щетину на лице его. Я становлюсь им. Я притворяюсь им. Я чувствую его руками. Они стали такими пухленькими. У меня внутри возникает потребность говорить на каких-то языках. Скорее всего, французский, итальянский. Ну, можно английский, но английский не очень. Как-то он не очень хочет катить. Вот итальянский или еще какой-то оттеночный какой-то. Может, греческий. Может, еще фиг его знает какой. И вот, картавый какой-то, французский. Я становлюсь Люком Бессоном. Задаю себе вопрос. Как у меня там с насилием, с женщинами? Блин, этот вот чел, он безумно любит женщин. Причем у него при страстие молоденькие женщины. И даже женщины подросткового возраста. Девушки, девочки. Девочки. У него в жизни были молоденькие девочки. Лет там, не знаю, 14, 15, 16. Вот такие. Сластолюб. Очень любит секс, оральный секс. Но он не насильник. Этот мужик никогда не будет насиловать женщин. Они сами ему на член будут лезть. Обвинения в сексуальных домогательствах. Да, у этого мужика игривые шутки такие, своеобразные. И он может женщину погладить в тех местах, где она. Ну, это как может любой такой альфа-самец, ластолюб. Но он не будет применять насилие. Это не в его, не в его чертах характера. Он не пойдет против воли женщины. Но он практически в жизни не встречал женщин, которая бы ему отказала. Знаете, почему женщины ему не отказывают? Потому что он им интересен. У них есть такой игривый «Ого!», такой жеребец. А потом есть какое-то разочарование уже после. Потому что женщина как-то очень быстро на него возлагает свои надежды. И очень быстро вешает шторки в его жилище. А он как бы ей ничего не обещает. И после этого у нее появляется чувство такой обманутости. То, что ее предали. И вот эти вот женщины, то есть омерзительное такое чувство, что над тобой посмеялись, как над игрушкой и так далее. Вот эти женщины обвиняют в домогательстве. Но эта женщина, он женщину никогда не будет бороться силой. Они сами на него лезут. А по поводу его таланта. У него необычайно широкое восприятие. Необычайно талантливый мужик. Просто офигенно талантливый мужик. Широта восприятия такая, что он играет с этой жизнью. И у него восприятие сдвинуто по сравнению с социальным восприятием в разы шире. Он видит мир не таким, каким видит мир его обыватель. Поэтому он просто не знал, как это донести до зрителя, что, ребята, вы живете, а надо играть. И поэтому он ушел в творчество. Он пытается донести эту широту восприятия через творчество. Глубина у мужика невероятная вообще. Просто в его теле приятно быть. У него невероятно широкое сознание. Причем оно такое состояние, в котором он живет. Он очень добрый чувак. Очень позитивный чувак. Он несет очень много нежности, заботы, внимания своих близких. Если бы не его такое влечение сексом, он бы был вообще офигенный семьянин. Но я думаю, у него должно быть не один брак, а их энное количество. И в этих браках должно быть, как у нормального альфа-самца, невероятное количество детей. И замечу, он будет всех любить, о всех заботиться. И все будут для него любимыми и родными. Потому что на самом деле его ресурса хватит на всех. Он будет невероятно хорошим и отцом, и любовником. И мужем, кроме одного маленького, но он никогда не будет принадлежать одной женщине. И вообще никому принадлежать не будет, потому что весь мир в его голове, и он это четко осознает. Вот, блин, восприятие у него действительно то, что надо. Как-то удивительно я попала выбрать такого человека. Он будет много путешествовать, будет наслаждаться каждым моментом здесь и сейчас. Почему-то путешествия у него, он не любит зимние путешествия. У него все идет с теплом и с летом, с океаном, с морем, с горами какими-то такими пейзажами идет. У него есть ощущение везде очень много тепла, очень много энергии, очень много фруктов, очень много южного всего. У него есть осознавание, глубокая любовь в сострадании, даже жалость к людям, к тем, кто коматозно спит. Он четко делит и понимает, что есть статисты, и он их не сможет разбудить. Он сделал все, что мог в этой игре. Но он играет. Он продолжает играть осознанно. Блин, невероятный чувак. У него большое сердце. У меня идет информация, что из-за вот этого сострадания, из-за любви, из-за всего у него есть проблемы с сердцем. Любит хорошее вино. Не пьет много. Почему-то такое ощущение, что в его жизни присутствует что-то благородное, или сигар, или сигареты, но опять-таки без злоупотребления. Вообще, вот если брать по ограничениям, он себя ни в чем не ограничивает. Он просто ловит кайф от бытия. И вот то, что ему будет доставлять удовольствие, хороший автомобиль, значит, будет хороший автомобиль. Завтра ему доставит удовольствие водитель и обычное такси. Он сядет к обычному водителю и в обычное такси. И ему вот на самом деле с понтами у него все нормально. Но при этом сластено. Он наслаждается жизнью. Слово, которое его характеризует, это очень осознанная сластена. Как-то так. Больше мне лезть в его частные какие-то жизненные моменты не хочется. И рассказывать на широкую аудиторию можно было поглубиться там по информации в какие-нибудь первую любовь, брак или еще что-то. Но это будет некорректно. Просто сравните с тем, что есть в интернете. Это называется эмпатийное снятие информации. Сейчас я его сниму с себя, выйду из него. Это эмпатийное снятие информации. Я не знаю, какую конкретику здесь можно снимать. Потому что, понимаете, если выбираешь блок информационный, в него можно углубляться бесконечно. И тогда надо ловить и записывать отдельные фразы, слова и так далее. Или потом логически обрабатывать по разным каналам восприятия. Там уже отдельная техническая база используется. Ну, в принципе, вот какие-то вещи я продемонстрировала. Это может абсолютно каждый человек. Абсолютно каждый человек этому можно научиться. Проверяйте. С вами была я, Наталья Зайцева. С вами была я, Наталья Зайцев. С вами была я, Наталья Зайцева. Проверяйте. Участник. Участник. Продолжение следует...